Ну нет, мучился я с ней 10 лет, теперь вы помучитесь, а я отдохну. Возьми ее обратно, сделай милость. Так герои мультфильмов получают и голос, и характер. А чтобы картинка была цельная, важно использовать интершумы. И если некоторые можно взять из специальной библиотеки, то есть звуки, которые приходится записывать. Причем на это может уйти несколько дней, а пригодиться может в буквальном смысле все, что попадется под руки. Словом, нужно импровизировать. Мы записывали шаги великана, который топает по траве. То есть мы записали вначале звук по ламинату, он получился немножко нейралистичный. Потом мы постелили мягкую ткань и записали на ней. Звук получился тоже нейралистичный, потому что он очень мягкий получился. Студию анимации открыли в инновационном культурном центре. Теперь целый этаж оборудован для создания мультфильмов. Использовать будут новейшие технологии. По словам специалистов, студии с таким оборудованием в стране всего три. Две в Москве, одна в Первоуральске. Чтобы курица прыгала на месте, прыгает, падает, прыгает, падает, здесь задействовано 90 кадров. То есть 90 раз нужно нарисовать эту курочку, причем каждый кадр, он еще разбит на слои. Получается, спустя время, когда мы это все рисуем, всего лишь вот такая вот курочка, которая прыгает. Оживлять персонажей можно и по-другому. В специальной комнате motion capture или по-простому в комнате захвата движения. Здесь по всему периметру установлено 20 камер. Они фиксируют движение актера и с помощью датчиков на костюме выводят на экран. Когда дизайнер рисует модель, значит она привязывается к скелету, я в ней хожу. Ну и режиссер обязательно смотрит, то есть понравился. Ну как дубль получается тоже, как в кино снимается. Ну можно же по-разному пойти. И персонажи бывают разные, допустим. Ну не человека подобные, например, если там какой-нибудь, не знаю, чебурашка. Он же не как человек двигается. Рисовать мультики будут и вручную, так сказать, по старинке. Для этого есть специальные столы с подсветкой. Процесс трудозатратный, но у него есть свои преимущества. Чем больше мы над каждым кадром работаем, рисуем, перерисовываем, стираем и снова рисуем, тем больше мы душу вкладываем в это кино. И почему мультики вообще имеют быть место? Потому что через руки это все, как бы человек чувствует душеньку. Но это никуда никогда не уйдет. Планы на эту студию большие. Пока это только первая очередь. Сотрудники инновационного культурного центра обещают, на этом не остановятся. Вторая очередь будет запущена на третьем этаже. И там, соответственно, будут располагаться помещения учебные, где будут классы пластилиновой кукольной анимации, ну и некоторые еще другие вспомогательные помещения. Впрочем, уже то, что есть сейчас, позволяет создавать анимационные фильмы от начала и до конца. Скоро здесь начнут работать над созданием мини-сериалов на тему истории Свердловской области. Дарья Трофимова, Владимир Махмутов, Интера ТВ.